Воссозданный эпизод Отечественной войны 1812-го стал украшением этого воскресного дня. Так, сегодня под Борисовым отметили 205-ю годовщину переправы армии Наполеона через Березину. Там французский полководец потерял большую половину войска. На реконструкции впервые показали воинские реликвии 1812-го года. Солдатский складень и орла-навершие. Им украшали знамена французов. Захват его противникам считался жутким позором. Именно поэтому большую часть полотнич Наполеон, отступая, приказал уничтожить. Вот тогда-то появилась фраза «взять орла». Алексей Волков о том, почему слово «березина» на французском означает «катастрофу». Смешались в кучу коней люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный войн. Бессмертные строки Бородино как нельзя лучше описывают реконструкцию сражения на реке Березина. Знаковое историческое событие и ключевую битву эпохи ампир благородных войн. Тогда, 205 лет назад, армию Наполеона на этих просторах ожидал такой разгром, что во французском языке даже появилось слово «березина» – крушение всех надежд. Каждая пуговица на мундире, сабле и даже боевые крики – все воссоздано с филигранной точностью. Поле битвы собрало участников исторических клубов из семи стран, в том числе и Франции. Кавалерийские набеги, отчаянные схватки пехотинцев, взрывы гаубичных снарядов, суровая поэзия битвы языком военного спектакля. Все крайне аутентично. Все люди, которые находятся в строю, они действуют согласно уставов того времени, согласно воинскому умению того времени. У людей мундиры, сшитые по технологиям того времени, оружие, взятое по всему того времени. Ну и знаете, на коне невозможно ездить как-то в 21 веке или как-то в 19-м. То есть, либо умеешь ездить вверху, либо не умеешь. Нибо умеешь воевать, либо не умеешь. Аутентично. Я очень впечатлена тем чувством братства, которое царило на поле. Мы помним, что в эту войну белорусы пострадали. И очень здорово, что сегодня мы можем наблюдать за таким значимым событием. Именно на белорусской земле. Ведь общая история помогает строить планы на совместное будущее. Масштаб реконструкции поражает. Около полутысячи человек, сотни снарядов и мушкетов. Ощущение, что последний раз так жарко на Березине, было как раз в том 1812-м. Вы знаете, такое впечатление, что в машине времени. Честное слово. Лошади очень красивые, костюмы. Вообще, организаторы очень молодцы. Мне понравилось все. Особенно, как там из пушек стреляли. В сражении поучаствовало и 120 лошадей. Отрепетирован каждый маневр. На подготовку участники баталии потратили уйму времени. Даже за несколько дней до битвы. Последние штрихи. В первую очередь, лошадь надо почистить. От головы до ног, чтобы она была красивая и блестящая, как на парад. Это единение с историей. До того, как я пришел в конструкцию, историей я вообще не интересовался. Никаким образом. А здесь ты хочешь, не хочешь, ты потихоньку начинаешь узнавать о прошлом своей страны, о прошлом нашего народа. Эпоха последней красивой войны. Время, когда каждого кавалериста и гренадера готовили очень скрупулезно. В наши дни подготовка реконструкторов также занимает годы. Но участники битвы уверены, это не маскарад, а настоящий манифест. Любой войне место в истории, а не настоящем. На неделе за переправой армии Наполеона наблюдали Алексей Волков и Татьяна Ревизори. Продолжение следует...